Удивительная закономерность, но многие из тех людей, которые когда-то являлись авторитетными бандитами, занимались разбойами и совершали преступления, пробиваются к власти. Таковым стал и Михаил Глушенко, бывший депутат Государственной Думы, член партии ЛДПР, который когда-то являлся одним из лидеров ОПГ Тамбовская. Глушенко Михаил Иванович родился 7 мая 1957 года. Детство его проходило в городе Алмата, расположенном на территории Казахстана. Жил он в достаточно обеспеченной по советским меркам семье. С юных лет у мальчика проявлялась любовь к спорту. Он начал посещать различные спортивные секции. В возрасте 19 лет он смог уже стать мастером спорта по боксу. Далее он решил продолжить свой спортивный путь и поступил в местный институт физической культуры. Казалось бы, он мог стать успешным спортсменом или тренером, но судьба распорядилась иначе. Глушенко всегда был именно из тех людей, которые привык добиваться результатов. Подобных принципов в жизни придерживались и его друзья-студенты. В 1979 году он принял участие в групповом изнасиловании. Именно это событие навсегда и поставило крест на дальнейшей спортивной карьере. Преступление было раскрыто. 22-летнего боксера осудили на 8 лет. Попав в тюрьму, он начал устраивать настоящие актерские спектакли, демонстрируя заключенным и представителям правопорядка ненормальную манеру поведения. Врачи посчитали, что у спортсмена могла бы быть травма и приняли его за невменяемое. Некоторое время он провел в психиатрической больнице, а срок заключения был уменьшен до 3 лет. В 1982 году боец уже вошел на свободу и даже внезапно стал абсолютно здоровым с точки зрения психологии человеком. В начале 90-х годов Михаил Лущенко переехал в Ленинград и поступил учиться в леско-техническое образовательное учреждение. Судьба связала его с молодым человеком по имени Владимир Кумарин, который также приехал в Ленинград с целью получить образование. Ему удалось поступить в институт точной механики и оптики. Как и многие мужчины, молодые студенты мечтали о красивой и роскошной жизни, но они трезво оценивали ситуацию и понимали, что даже если в их дипломах будут исключительно отметки «отлично», то это никак не может помочь им стать успешными людьми и жить на широкую ногу. Именно это заставило молодых людей вступить на криминальные рельсы. Лущенко и Кумарин представили собой мужчин крепкого телосложения, которым удалось добиться неплохих успехов в спорте. Это и позволило им устроиться на работу вышибалами в местные бары. Здесь они смогли силой заработать на автомобиле «восьмерка», которые в тот момент являлись предметом роскоши. Далее судьба привела их в наперсточники. Этот вид деятельности обогатил сотни бандитов в лихие девяностые. Действовали они на территории Некрасовского рынка. Весь бизнес организовал Юрий Колчин, а Лущенко, как бывший успешный боксер, защищал его интересы. В это же время он смог стать влиятельной персоной криминального мира, а в городе его прозвали «Хохлом». В конце 80-х годов путь у Лущенко продолжился, и в этот период его приятель Владимир Кумарин освободился из тюрьмы и вместе с Валерием Ледовских организовал преступную группировку «Тамбовская». Именно такое название она обрела потому, что и основателям, и некоторые участники были родом из Тамбовской области. Хоху занимал позицию лидера в этой ОПГ. Банда успешно развивалась. С 1987 до 1989 года ей удалось набрать несколько сотен участников. Приблизительно их было от 300 до 1000. Деятельность Тамбовской была направлена на вымогательство, рэкет похищения людей, а в исключительных случаях заказные убийства. Полностью прекратила существование группировка только в 2001 году. В этот момент началась череда задержаний и арестов. Первый, кто был приговорен к наказанию, стал один из участников группировки – Сергей Шевченко. Он получил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. В тот момент Лущенко смог избежать наказания. Его участие в криминальной деятельности было временно приостановлено. Михаила Ивановича Лущенко нельзя не назвать талантливым человеком. Он преуспевал во всем. За несколько лет занятий боксом ему удалось дорасти до звания мастера спорта. Как только молодой человек вступил на тропу криминала, то ему удалось добиться лидерской позиции в мощнейшей преступной группировке. А в начале 90-х годов он решил заняться политикой и приобщиться к популярной партии ЛДПР под руководством Владимира Жириновского, которая в те времена источала из себя глаз народа. В 1993 году он стал помощником Жириновского, а позже попал и в российский парламент. Ему удалось добиться таких высот, несмотря на то, что из-за его плечами было уголовное прошлое и лечение в психушке. Михаил Глушенко стал уважаемой персоной в Ленинграде. В 1995 году выиграл выборы и стал депутатом. Он действительно изо всех сил трудился на благо страны и родного города. Он смог даже выпустить несколько собственных законопроектов, внести поправки в уголовный кодекс, который действует и сегодня. Но вскоре политический срок представителей партии ЛДПР подошел к концу, а новые выборы он проиграл. В 2001 году был положен конец его участия в преступной группировке и политической карьере. Новой ветвью в жизни Хохла стало создание собственного бизнеса – «Звук ультра». Не забывал он и о любимом виде деятельности – о боксе, стремясь внести новшества в организацию российского спорта. Михаил Глушенко относится к тем людям, которые не любят публиковать перед обществом свою личную жизнь. Из официальных источников известно лишь то, что он был женат всего один раз – на женщине по имени Ирина. Свадьба состоялась в 1988 году. В браке у пары родился сын. В марте 2004 года на территории Кипра сотрудники правоохранительных органов обнаружили три трупа. Всеми убитыми оказались граждане России. Позже удалось установить личности жертв. Ими оказались Вячеслав Шевченко, Юрий Зорин и Виктория Третьякова. Все они были до смерти забиты, так как на теле присутствовали множественные следы борьбы – ссадины и гематомы. Тела были аккуратно обернуты целлофаном. Сергей Шевченко, брат убитого Вячеслава, обратился в милицию и сообщил о причастности к преступлению Михаила Глушенко. Конфликт между мужчинами произошел на фоне разногласий в бизнесе. Неоднократно хохол звонил Шевченко и вымогал крупную сумму денег – 100 тысяч долларов. Долгое время Михаил Глушенко пытался скрыться от незаконного наказания. И ему это удавалось. Представители правопорядка не могли установить его местонахождение. Но в 2012 году мужчине исполнилось 45 лет, и пришла пора для смены паспорта. Следователи хитростью смогли выманить бывшего депутата в Москву, где и была устроена засада в паспортном столе. Через недолгое время состоялся суд, по решению которого хохла приговорили к 8 годам лишения свободы. В 2015 году Глушенко продолжал пребывать в тюрьме, а в это время ему присудили новое обвинение – убийство Галины Старовойтовой. Как выяснилось, женщина была коллегой Михаила Ивановича по политическому цеху. Она также являлась членом партии ЛДПР. В ноябре 1998 года Галина Старовойтова была убита, а ее тело нашли в подъезде собственного дома, находящегося в самом центре Санкт-Петербурга. Долгое время шла установка личности преступника, в то время как убийца продолжал находиться на свободе. В 2005 году по этому делу состоялся суд. Следствию удалось установить, что организатором преступления стал Юрий Кулчин, а роль киллера досталась Виталию Акишину. Мужчины были арестованы, организатора приговорили к 20 годам лишения свободы, а исполнитель сел на пожизненное. Внезапно в 2014 году Кулчин сознался, что организатором убийства был не он, а Глушенко. Мотивом преступления стали политические разборки. На тот момент он уже отсидел половину срока. Следствие возбудило новое уголовное дело, а позже Хохол признался в содеянном преступлении, но сообщил, что он был лишь организатором и выполнял задание Кумарина. В 2015 году состоялся повторный суд, по решению которого Михаилу Глушенко добавили наказание до 17 лет. В настоящий момент он продолжает находиться в исправительной колонии.